добрый день уважаемые подписчики и гости моего канала с вами виктория диденко и ее цветы как вы думаете чем я сегодня занимаюсь я сегодня занимаюсь дуримарством ничего не делаю сижу на скамеечке вдыхаю ароматы глициней к сожалению я поздно ее снимаю она у меня уже отцветает в одессе достаточно жарко то была холодная весна потом резко долбанула и как бы очень так все быстро стало цвести и уже даже отцветать ну вместе с тем ароматы никуда не делись ну вот короче смотрю я любую своей глициней и что-то начала мечтать подумала про парка сикаго у себя в саду думаю чего бы мне такое себе не сделать будут ко мне люди приходить удивляться фотографировать очень даже интересно но знаете мечтать не вредно короче пока вот мечтаю посмотрите какие прикольные грозди вот вот я сижу на скамеечке вот видите так и показываю вам гроздь какая идет вот значит моя рука вот-вот-вот-вот до локтя видите какие длинные такие ой ну почему интернет не передает запахи а у нас получается кусты я уже его показывала получается наша лианка но у нас тут нету никаких этих вот как они называются опор как таковых чтобы так вот свисали они над головой приходится ложиться на скамейку сейчас лягу и вам покажу что я вижу какой вид когда я лежу на скамейке смотрю вверх в небо отсвечивает конечно чуть-чуть он так вроде нормально вот видите вот я лежу на скамейке я вот так вот балдею глядя на свои глицинии значит что еще могу сказать покажу вам сейчас ее со стороны жалко что отцветает такая вот она у нас да почему парка сикаго должен быть только в японии можно сделать свой парк и как бы у меня заинтересовало можно ой пчелка даже меня не укусила заинтересовал такой момент что их же можно формировать такой к типа как вот штамбовая форма не обязательно ставить такие большие опоры что можно как бы сделать вот и такое вот тут у нас сиреневая цветет тут рядом куст кизильника он весь жужжит тут много пчел я получается боюсь отойти наступить на них сейчас пойду обойду с другой стороны покажу вот что представляет наша глициния что она себя представляет там с другой стороны тоже вот еще один куст есть подаду по подойду поближе самое интересное что там чуть-чуть тенечек идет вот от забора соседского там дерево сливовая и вот все-таки видите она получается не так быстро отцветает когда находящаяся слева вот у нее более такие яркие даже краски еще нас белая цветет сейчас он тоже покажу вот белая глициния которая растет на углу дома рядом с водосточной трубой мы за ней все время следим потому что глициния такая культура мощная может и трубу вырвать значит вот такие вот они соцветия белой глицинии сейчас войдем вовнутрь посмотрим можно скамеечку и сюда поставить полюбоваться она не такая густая соцветий много но не такая густая как сиреневая тоже прикольная я тут готовлю видео про желтую глицинию которая желтой не бывает а про бобовник это совершенно другое растение но это будет потом просто заранее если кто-то смотрит мое видео запомните желтой глицинии не бывает бывает совсем другое растение которое очень похоже на глицинию по своим вот этим гроздям вот такая вот белая глициния ну-ка белая пахнет или нет тоже есть аромат но сиреневая мне что-то больше нравится по аромату как-то на более насыщенный пахнет в общем вот так вот пойду любоваться нашим майским садом вам показала остатки роскоши не буду задерживать ваше внимание всем пока а я пошла отдыхать буду сегодня отдыхать и ничего не делать все всем пока